Оперштаб все еще работает в авральном режиме. Несмотря на то, что закрываются ковид-госпитали, в них уже нет необходимости. Карантин в республике продлили до 1 апреля. Тысячи обращений и еще больше вопросов в Оперштаб. Сегодня у нас на связи Вадим Шмаленко, начальник главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос от тех, кто уже переболел ковид. Скажите, пожалуйста, эти люди свободны теперь могут пересекать границу? Я бы хотел уточнить, что понимается под свободно пересекать границу. Мы должны понимать, что карантин, как вы уже правильно сказали, продлен до 1 апреля. Соответственно, и те ограничения, которые подразумевают этот карантин, сохраняются. То есть граница все-таки остается еще закрытой. И те граждане, которые переболели, они получили право в течение двух месяцев при наличии на то достаточных оснований, опять же хочу подчеркнуть, через обращение в кризисные центры территориальных органов внутренних дел, если есть достаточные основания, получить разрешение на выезд за пределы республики. И этот срок может быть не 12 часов, как было ранее, а срок может неделя, две, три. Все зависит от того, когда человек вылечился. То есть мы говорим о тех последних двух месяцев, когда человек переболел. И по возвращении за границей, если этот срок не превышен, то человек не будет находиться на карантине, а может свободно передвигаться, ходить на работу и, скажем так, обладать всеми теми гражданскими правами, которые были до карантина. Вот о чем мы говорим в части свободного передвижения. То есть сразу возникает вопрос, да? Если так можно, конечно сказать, это иной механизм. Какой повод для пересечения границей считается достаточным? Вот, например, хочется навестить родственников. Скажите, это достаточный повод, чтобы пересечь границу? Причины, по которым человек может пересекать границу, не общеизвестны. Но если мы сейчас будем говорить о родственниках, уже на этот момент сосредоточимся, на этом моменте, это если родственники оказались в трудной жизненной ситуации, если это пожилые пристрелы, родители, другие родственники, которые нуждаются в уходе, в оказании какой-либо другой помощи, то да, такое основание будет веской причиной для пересечения границы. Если мы говорим просто поехать в гости, погулять и так далее, без таких веских причин, о которых я сказал ранее, то тогда это будет не основание. В любом случае, сотрудники кризисного центра будут выяснять, с какой целью человек все-таки хочет выехать к родственникам, пожилые родственники, не пожилые, болеют, не болеют, ну и ряд других вопросов, которые должны быть выяснены в ходе принятия решений. Только после этого сотрудник кризисного центра будет уже принимать решение о разрешении, либо в отказе выезда за пределы республики. Те, кто переболел уже коронавирусом, по истечении двух месяцев могут выезжать за пределы республики. Почему именно такой срок указан? Эпидемиологи посчитали наши, что все-таки именно в эти два месяца после выздоровления человек не опасен, и при этом у него сохраняются достаточно такие высокие титры, антитела к заболеванию, и он не может заболеть. Поэтому был определен порядок, вот такой, два месяца без карантина, скажем так. Человек может выезжать и заезжать, но опять же при наличии на то достаточных оснований. Вадим Витальевич, вот сейчас создается база, куда заносятся все данные о том, переболел ли человек коронавирусной инфекцией. Скажите, а если кто-то болел весной или, возможно, летом, будут ли его данные содержаться вот в этой базе данных? Скажу так, такие данные есть в статистических отчетах Министерства здравоохранения, но если мы говорим сейчас о такой платформе, как Атлас, куда вносятся все данные, то в настоящий момент как раз ведется работа по наполнению этой базы. Ну, поскольку количество выздоровельших у нас достаточно-таки большое, естественно, эта работа продолжится некоторое время. Но, да, действительно, все граждане, которые выздоровели, будут находиться в этой базе, потому что, возможно, решения порядка и пересечения границы и так далее будут меняться. Соответственно, мы должны понимать, кто же из наших граждан выздоровел и когда он выздоровел. А можно спросить, а вот если в базе еще не окажется этих данных, могу я, например, сфотографировать выписку из больницы о том, что я все-таки переболела ковид, и отправить, например, в оперштаб? Мы от граждан не требуем дополнительных сведений, потому что данная информация имеется у сотрудников в кризисных центрах. Она находится не в базе Атласа, в ином электронном формате, но она имеется у сотрудников в кризисных центрах. Но если вы пожелаете сделать копию, никто вам не запрещает это сделать, и, в принципе, даже будет не лишним. Это что касается переболевших коронавирусом. Со всеми симптомами. Если, да, вот скажите, пожалуйста, к примеру, не болел, ну, по крайней мере, так думаешь, болезнь была бессимптомной, ты даже, может быть, и не знаешь о том, что ты переболел коронавирусом, сдаешь антигентест, у тебя есть уже антитела. Можешь ли ты располагать вот такими привилегиями по поводу пересечения границ? Пока не можете такими привилегиями воспользоваться. В решении оперативного штаба четко прописано. Это граждане, которые переболели, успешно выздоровели, и на то есть соответствующее подтверждение. Пока мы не говорим о тех справках, которые будут подтверждать наличие антител. Этот вопрос пока не рассматривается, и мы будем руководствоваться вот теми моментами, которые я сегодня обозначил. Спасибо огромное, спасибо за то, что разъяснили ситуацию, за то, что были с нами. Надеемся, до новых встреч, на связи. Всего доброго, спасибо вам. До свидания. До свидания. Ну, а прямо сейчас Анастасия Василькова приглашает всех на выставку подробностей в нашем следующем сюжете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Василькова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...